здрасьте всем 28 марта воскресенье детка вадим решил меня вытащить меня с этой берлоги с сервиса дома дедовского поехали тигрит москву в этом фильме увидим древнюю москву без санкции соответствующих органов короче решили мы сегодня воскресенье провести познавательный экскурсионный день куда едем выставка достижений народных хозяйств это вам не просто так поездим в днх три дня там подлежал правда немножко приболел как раз вылежался все нормально поехали посмотрим что такое в днх там уже в москву ехали на сейчас где едем каширский каширское шоссе а улица липецка ну вот въехали древнюю москву район царицы на мис камера на полосу дышим сюда не заезжал на общество общество транспорта сколько 5 рублей выделим к москву не знаю сколько ты не попадаешь я по вам пятерка вроде а может и болтарь я смотрю на поездок и 5 2 спорта максимум на тоже не идет надо когда только сделали вот был непривычный да понятно можно было попасть а сейчас уже приноровились понятно когда пару раз прилетят письма счастья мы даже едем довольно таки свободно пока крадемся в центр потихоньку вот это вот колобинский парк эти домики интересные под старину так сделано кремль а точно что такое точно как кремль сколько тут все заставлено все парковка москва отдыхает люди гуляют погода хорошая шепчет солнышко тепленько поедем и разомнемся закрываю да строят 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 нифига себе полицейские лошадки видите как лошадок полицеи перевозят нифига я первый раз такое фишу круто конный полк да получается вот они буду приезжают еще потом на них ну территор парка охране на них лошадках класс крыльбольные матчика тоже да прикольная такая штука такой уазик раффики на рафики вот такого плана были два вагончика сзади людей а и вагончики да вокруг парка в днх на вагоне людей класс круто все них в полной амуниции лошадки все уседло дубинки там вагончики ясно круто это мы сейчас где едем метро коломен к центру приближаемся потихоньку проспект андро вагончики затон остров мечты берите камеру на полосу вагоник 30 33 33 30 31 30 31 31 31 31 32 31 на камеру она как замерзает зимой или нет да нужно навигация началась потом кораблик стоит так это прикольно жить это красно речь а вот диснейленд построил новую вот это вот по моим самым крупным европейским да ты что да вот это вот да вот ваш нифига себе остров мечты написано наверно он и есть да остров мечты набрал а так вообще это диснейленда там всякие качели карусели не знал не знал где-то год 2 наверно недавно только да сюда 30 транспортного не на 30 транспортных 600 вот точно замерзшил сморин стоят они все пришвартованы на морозах стояли на 30 мы пойдем отряда и по 3-му А дальше по прямой это туда прямо в самый-самый. На Садовая. Как башни близнецей. Один на один похожий. Да нет, это еще не высволь. Выше тоже есть. Не, ну есть, я понимаю, что есть выше. Но я имею в виду, что вот они, как эти, как, я не знаю, ну, вообще никакого дизайна. Торчит, торчит, все так, с толп. Третья транспортная. Сколько, наверное, ЖД путей-то. И тут же ТЭЦ. ТЭЦ, я понимаю, какая-то. Третья конец во Волгоградске, Нижегородская улица. Нам на третьей. Держитесь, пройти. Понял, не мешаем. Вон, квартирки продаются. Записывается номер телефона, кому надо. Со скидкой. Я боюсь представить, сколько здесь метр стоит. Это тоже так вот возле этого постоянно журшит. Лефортовский тон. Это? Далее. Сколько он его? Ух ты, три километра. Нифигаще. Первый раз здесь еду, первый раз здесь не езжу. Три километра тоннельчик. Круто. Как в Австрии? А вот там, если что, дома или здесь какая-то речка течет? Или что-то? Ялзу, под Ялзу. А-а-а. На старой рыбе тоже копать. Ты его строил? Ну, да. Грунт вывозили. Кольцевую не строил? Тяжеленная глина была. Нет, кольцевую не строил. Кольцевую не строил? Кольцевуцы не доверили, да? Глина тяжелая была такая, что из котловой, машины еле вылезала. Да. А что такая? Мокрая? Глазная? Ну, она сама по себе тяжелая. Грунтная. Еще сырая все. И грузили по мной. Все сроки, сроки. Ну, конечно, да. Побольше нагрузить. Чтобы она развалилась. Да, да, да. На поворотах задние мосты все в раскорячку. Да, ты что? Давай гляни, чтобы не оторвало. Не было мало. Че, он же никак не закончится. Три километра не поехали. Конца и края не видать. Пошли на подъем. Ну, он же высокий. Здесь же грузовики могут поехать, если я так понимаю. Ну, автобусы ездят. Грузовики. Ну, это не... Кура, 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 кура. Кура проходит. Проходит. Ну, наверное, если только по цену людей. Да и правый ряд пройдет. Ну, в принципе, да, и правый пройдет. Ну, нормальный. Ура! Отканчивается. Ползаем на свет божий. Это, наверное, самый крупный, да, в Москве? Получается. Или еще длиннее есть? Нет, наверное, это самый. Самый крупный, Лефортовский. Это здесь, это Лефортово, это... А, это Лефортово. А, этот Лефортово, что-то, по-моему. Как? Ой. Ну, где эти временные содержания заключут? Это правее. Правее, да? Ну, отсюда еще. Приличный. А-а-а. Впереди камера. 60. Ну, шелестки. От трех вокзалов отстойники. И шелестки на дорогу. А, вот здесь вот, да? Слева вот три вокзала. В смысле, три вокзала? А, вот где в Ленинград. Видишь, вокзал вот здесь. Видишь, вокзал вот здесь. Ого. Вон вокзал, видишь? Ну, ну, не сдастай. Тупик-то. Я понял. Ну, вот. Ехали-ехали. Приехали. Тупик-то. Сильно красный. Сильно красный. Да нет, вот. Так, прилично красный. Ого. Там авария. Авария? Толкаемся. Депо московское РЖТ-шное. Столько поездов здесь. Впереди камера на взлет. Принял. Проспект Мира. К нему я ездил. Впереди камера. У нас 40. Когда кинушников разводил. А это Рижский вокзал. А, точно. Как я угадал? Вернее, я не угадал. Я прочитал. Мы уже почти приехали. Подъезжай. Скоро. Ну, скажем так, мы довольно лихо долетели. В принципе. Вот только сейчас потолкались, а так пока. Очень даже, в принципе, неплохо. Впереди камера на взлет. Все. Вот это прямо дом-музей Королева. Вот такой, вроде, невзрачный здание. Подойти к нему особо не подойдешь. Гостиница Космос. Да, Вадим? Да, как-то здорово. Музей космонавтики. Музей космонавтики. Ракеты. Ты говоришь, не ходят. Вон едет монорельс. Ну, он один, наверное. Вот, видишь? Надо будет потом посмотреть. Мы уже прокатимся. Смотри. Так, ну, а мы куда? К центральному входу идем? Да, пойдем. Вон он, поехал. Вот он так быстрее. Нормально, как экскурсионно прокатиться было вообще классно. А это что там где? Тоже два близнеца. Это жилые. А, это жилые дома? Там далеко не бедные люди живут, да? Да, они не так давно построены, наверное. Понятно. Полностью. Понятно. Ну, пошли. Центральный вход. Пойдем на ВДНХ. Ну, вот прежде чем на ВДНХ идти, вот к этой вот скульптуре решили подойти. Узнаете? Сбоку. Или еще не узнаете? Любой фильм, мосфильмовский, начинался именно с этой заставки. Сейчас обойдем и увидим их спереди. Знаменитые. Ну что, знаменитые рабочие колхозницы. Вот они, оказывается, где находятся. Каждый раз видишь на заставке советских фильмов, и вот откуда. Где они, как говорится, пришвартовались. А там какой-то музей, да, внутри? Понятно. Вот так вот. Ну, а что? А мы туда. Центральный вход, ВДНХ. Класс. Ну, а после рабочей колхозницы. Welcome на ВДНХ. Я представляю, как здесь все это светится. Когда темно. Людей, конечно, сегодня. Правильно. День шикарный. Москва устала. То ковид, то зима, то еще какая хрень. Ты посмотри, сколько людей. Чего, пойдемте? Я лично ни разу здесь не был. Ты был? Я был. Живет рядышком. Правильно, рядышком живет, конечно. Тем более, говорит, что раньше вход был платный. Видите вот эти вон амбразурки? Когда-то в советские времена вход был платный сюда. Зато дальше везде бесплатно. А сейчас наоборот. Сюда вход бесплатный. А дальше все платно. Куда идем? Прямо? Пойдем прямо. А, здорово. Не, ну только аттракционы рано еще, конечно. Конец марта. Я представляю, как тут ночью красиво. Как это все светится. Ну, а вот мне очень понравилось. А это вон там кольцо, канатка натянута. Это, наверное, нужно будет канатку пускать, да? Ты говорил? Да, да, вот мы канатные дороги. Может потеплеет и пойдет? Тоже. Как бы там сел в трамвайчик и есть обозревая по кругу. Ну, круто. Это все тоже светится? Наверное. Ух ты. Представляешь, какая тут красота? Ночью. Ну, весной и летом, конечно, все в цветах. Ну, понятно. Сейчас-то еще. Цветники. Фонтанчики. Все работает весной и летом. Все намного красивее. Согласен. Приедем. О, как. О, как. Все, идем в 18-й павильон. Ильич всегда с нами. Только сегодня он нам не указывает путь. Все твое будущее. Слушай, а туда вроде не видишь, чтобы кто-нибудь туда заходил внутрь. Может, не все. Союз Советских Социалистических Республик. Ну, когда-то. Ну, попробуем. Я ж не вижу, чтобы кто-то заходил и выходил. Ну, красивое здание. Короче, тут входа нет. Будем искать. У нас, говорит, нет такого же, только с перламутрами и пуговицами. Да, летом здесь вообще огонь. Ух ты. А это там что, вдалеке? Космос. Ух ты, какая красота. Впереди у нас. А это что-то фонтан Дружбы Народов, да, Вадим? Да. Сейчас ближе подойдем, наверное. А где-то ближе. Ты ближе не подойдешь. Везде ремонт. Ну, куда он пройдет? То же самое, то же самое расстояние. Да, вот когда откроют их. Ой, как тут все это будет красота-то какая. Ничего, он дальше, посмотрите, что он еще впереди. А вон Армения. Да, да, да. С левей к Карелии. А, то есть это каждый вот отдельный, да? Каждый республик. Отдельный. Свой павильон. Да, 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 да. Ну, пошли. Восемнадцатый искать. Ну, вот они так вот начинаются. Ну, вот это у нас Кыргызстан. Кыргызстан закрыт. По-моему, вход, а? Там дальше что? Непонятно. А ты? А здесь чего? Или это все одно? А, ну это все вместе, наверное. Не натипись. Ну, да, вон на той стороне. Вон там за фонтаном. Там Армения. Все республики здесь представлены. Высшего СССР. Ну, внутрь мы, наверное, заходить не будем, потому что у нас просто не хватит времени. Нам бы хотя бы снаружи все обойти, посмотреть. Это у нас Казахстан. Казахстан, республика Косы. Огонь. Ух, какой большой у них, да? Солидный. У братьев-казахов павильон. Ну, под национальный колорит. Все как положено. Круто. А это у нас Государственный музей Востока. Торговый выставочный центр профсоюзов прошли. Государственный музей Востока. В Казахстан павильон тоже закрыт. В воскресенье. Братья-казахи не работают. А это у нас, наверное, Азербайджан, судя по флагу. А, Азербайджан. Ага. Ну да. А здесь открыт вход. Фонтан называется Каменный Цветок. Вон тот. Да, надо, чтобы все работало. Тогда это будет полная картина впечатлений. Ну, а пока как есть. Ничего не знаем, но 18-й павильон мы пойдем точно. А я как фотографировал, и у меня, по-моему, не отстал. Это мой родной. Еще личного. Фотографировал, говоришь? Да, не знаю, остался. А это чей? Да-да-да-да-да-да. Сейчас пойдем внутрь зайдем. Драники, налистайки, что-то мочанка, белорусский борщ, бульбяная. Какие знакомые все названия. Надо маску одевать, да? Вердом. Ну, единственные, кто работает, это белорусы. Единственные, кто работает, это белорусы. Которые открыты. Вон, пожалуйста. Одежды там национальные, да, наши? Беларусь, туристическая Беларусь. Зубр. Ага. Конте, знаем такие. Я смотрю, в маске только мы с тобой. А, видишь, сука, здесь? Су, белорусам пофигу, где-нибудь день и ночь. Турбаться. Огонь. Мир косметики. Виолита Витекс. Хотите мебель, хотите что? Пожалуйста. 51 тысяча и стол обеденный ваш. Ну, механизатор, колхозница, охотник, доярка, агроном. Нормально. Пятерка такая. 54-й год, к открытию. Ага, да-да-да. Да-да-да. Людей много? Ага. Речицкий хлебозавод. Мед. О, молочка наша. Сырые, колбасы. Натур продукт. Колбаса из мяса. Масло из молока. Со сметаной. Белл прайс. Меды. О, видишь как? Сделано в Беларуси. Гарантия качества. Цветанок. У вас заранее нет. Спасибо, что выбрали нас. Пожалуйста. Ладно. Ну, вот так. Белорусский мы посетили. Это главное. Ну, что? Вот он. Это ж... Это ж это вот макет ракеты, да? Как она? Фотон или как? Як-42. Москва-Минск. Москва-Минск. Точно, да. Так. А там этот? Буран. Ну, Буран сейчас потом. Давай тут... А, он еще какой-то... Еще вертолет здесь есть. Не, вот это классная щельня. Конечно, вот такую штуковину взять и в космос загнать. Это ж сколько мозгов надо. Оболочка, оболочка. Это ж сколько внутри надо? Проводочек к проводочку? Хорошо. Чтобы все вовремя отстегнулся. Да, 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 да. Все сработало. Сколько всего нужно? Водник-датчик. Какой мозг нужен для того, чтобы это все придумать? Короче, вот эта вот хреновина под названием Буран взлетела один раз в 88-м году и больше не взлетала. Правда, не знаю почему, но и взлетал он без экипажа. Да, ну придумали ж. Ну что-то ж не пошло у них получается там, да? Какие-то косяки были. А так он рассчитан был, насколько я знаю, по-моему, на 100 полетов. Если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Он был рассчитан на 100, но... Но, но, но... Почему-то больше не полетел. Хреновина такая, да? Должна была летать. Но почему-то не полетела. Не пошло дело. Москвариум. Ну это хрен с него. Посмотрите, какая колейка. Вот это все колейка за билетами. Охренеть. Ё-моё, конца и крови нету. Вадим, даже если бы мы хотели, мы бы сегодня с тобой не пошли бы туда. Пошли сюда. Есть столько. Обалдеть. Это сколько надо времени отстоять, чтобы в него попасть. Меня так в седьмом классе, классуха, дедушку Ленина повезло сюда в Москву смотреть. Да, вот точно так же. Да, вот точно так же. Где-то мы тоже в каком-то там хостеле переночевали. И это самое, в пять утра мы выстроились в колейку. Если взять Кремль, мы с другой стороны Кремля. И с пяти утра до двенадцати часов дня. Мы так вот тэпали, тэпали вот в такой вот колейке. Чтобы попасть, там зайти, посмотреть и выйти. Я в шоке. Не, москвариум отложим на другой раз. Мы вспомнили. Это Восход называется, а не Восход. Ракета Восток. Космос, механизация Советского музея космонавтики. Че тут? Можно туда попасть, нет? Или тоже колейка? С ковидом. Да, да, да. Наверное, как-то по несколько человек задаваться. А нет, ходят, это просто стоят. Пошли. Короче, в музей сюда вход, заказываешь билеты на сайте заранее, официально. Так просто не попадешь в музей космонавтики. Мы бы хотели, но нас не пускают. Мы бы и денежку заплатили. Но девушка на входе сказала, что нельзя. Так что вот только так пока. Все нужно заказывать было заранее. Ну, если бы знали, значит, в следующий раз. Там со свистом, скажем так. А-а-а, какой красавчик, а? Просто красавчик. В общем, можно туда попасть, но это надо сейчас заходить на сайт, скачивать приложение, заказывать через него билеты. нет у нас на это времени. Туда пойдем? Пойдем. А-а-а, ну все. Гид сказал туда, значит, идем туда. Так-то, конечно, интересно, но может быть, другой раз. Пока у нас, как говорится, этот наружный осмотр. Вот, когда-то был появлен молочная промышленность. Там он, где дяденька с коровенкой, с бычком. Там, наверное, мясная. Но все на реставрации, все делают, делают. Белка, посреди Москвы. Это интересно. Фонтан, золотой колосс, дом ремесел. Тут довольно-таки интересно. Тут надо куча времени. Да, лето и куча времени. Чтобы это все обойти, рассмотреть, посмотреть, везде зайти. У нас на все время нет. С учетом того, что ехать сюда только еще сколько времени. Сколько мы ко мне сюда ехать? Отсюда от меня. Часа полтора, наверное? Часа полтора. Здесь, вы видите, даже павильон пчеловодства есть. Медок, наверное, там можно купить. Всякий разный. От всяких производителей. Да? Да, он продают. Не, внутрь не пойдем. У нас еще другая программа. У нас еще вон таун штука впереди. Надо к ней, к ней обязательно попасть. И так еще пойти тут. Туда-сюда. А время-то уже, время-то уже тикает. Кажется. А это, как ты говоришь, Соконищий парк, да? Или как? Астанский ски-парк. Справа. Вон там он, да? Вон там. Ага. Че, где он? Мы вот, да? Мы вот здесь. Ага. А главный вход вот. Ага. А вот так начнется. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ну да, правильно ты говоришь. Ну там ботанический, если вы туда идите. Ботанический сад. Да, вот это Останкинский. Ну. Ботанический. Все. Куда идем? На Останкинский. Пошли. Решили мы по эко-тропе прогуляться. Такая вот штука. Над землей. Длинная? Ты не посмотрел сколько? Что-то так просто не сойдешь. Не смотрю. Если только прыгать. Ладно. Пойдем, пройдемся. Посмотрим. Э, она не длинная. Уже вон выход. Там пруд. А это вот филе этот самый. А, физкультура и спорт. Вот. Павильон. Вот так вот тоже. Каких хочешь. Не, длинная. Ну, смотри, как она идет далеко. Останкинский дворец. Ну, давайте. Вы увидите на реставрации. Территория охраняется служебными собаками. Так что мы туда не пойдем. Пойдем мы вот туда. Увидите, вот эта вот хреной она такая торчит. Останкинская телебашня. Как внутрь не обещаю, но к ней мы подойдем, это точно. А может получится и внутрь заглянуть. Хотя, не факт. А вот, да. Сам телецентр Останкино. Так. Что-то мы с тобой заблудились. Ну, да, им тут еда не нужна. Короче, телецентр Останкино. Вот вот, прям перед нами. Они тут получаются все рядышком. Вот это вот написано ГТРК. Прямо здание Россия. А он то дальше это НТВ, да, Вадим? Он то, он светит. Ну, НТВ. Ну, и ой, все, считаете. Все же отсюда вот идет трансляция. Утки здесь какие-то неправильные. Рыжие, откормленные. Жирные такие. У нас в Беларуси худенькие такие. Еще таких и не вижу. Какая-то специальная порода какая-то. Смотри. Рыжие утки. Я ни разу таких не вижу. Они ничего не боятся. Фига себе. Что за утки-то? Ну, правильно. Они есть, не хотят. Их уже тошнит от этого хлеба с батоном. Чебурек подал. Да, им шаурма хочу. Шашлык-машлык. Все дела. Да, вот, получается, самый центр телевизионный России мы попали, да? Прикольно Останкино. Никогда не думал, что буду рядышком ходить. Еще бы внутрь попасть. Когда-нибудь. Как-нибудь. Не монорельс. Там слева тоже вот к Останкино корпус. Ага. Относит. Ну, катается он этот, монорельс. Так, пошли искать вход. В телебашню. Вот так он сблизи выглядит. Пойдем к Эрнсту в гости зайдем. Костян, пройди экскурсию. Ой, там даже на ней что-то... Ну, правильно, сейчас-то плохо видно. Говорит Москва. Вот как. Вот эта площадка стеклян крутится. Которая мутаун, которая выше? Да, вверх. Ага. Ну, пойдем, подойдем, посмотрим. Уважаемые гости, в настоящее время Останкинская телебашня временно закрыта для посещения. Дата открытия. Телебашня ресторана комплекса «Седьмое небо» будет объявлено полнительно на нашем сайте. Тадам, тадам, тадам. Короче, пока попасть вот туда, на самое высокое сооружение Европы, к сожалению, у нас не получится. 540 метров ее высота. Ресторан находится на высоте 340 метров. Вот смотри, какой вид он там открывается, да? Да, он в монорельце. Ай, че месть. Какой вид с высоты. Да на всю Москву. Блин, я на осознание потерял сразу. Знаменитые стеклянные полы. Открытая смотровая площадка. 340 метров. Закрытая 337. Класс. Это все вот там находится. Но, увы, пока... Пока никак. Ты что? Тогда на этом, наверное, все. Спасибо, скажем, вот этому вот молодому человеку. Вадим. Это ж не пожалел. Целое воскресенье. Приехал с другого конца Москвы в Дома Дедова. Забрал, отвез. Красавчик. Все. Спасибо, Вадим. Лично мне было очень интересно. Я думаю, вам тоже. Теперь у нас по плану что? Обед. У нас по плану обед. Ну и... Домой. Завтра понедельник. Всем на работу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.